здравствуйте друзья вы видите сергея блогеры из мичигана который за рулем и он нам рассказывает где это мы едем сергей добрый день всем привет из мичигана добро пожаловать в наши края мы сейчас едем это мы находимся если показывать на руке мичиган обычно ладошку показывают так и мы находимся здесь нижнем левом кругу southwest и здесь я живу уже почти 20 лет это наш такой neighborhood здесь много земли довольно дешевая земля поэтому дома далеко друг от друга расставлены очень много ферм мы находимся в так называемом fruit belt фруктовый пояс вот справить и яблони у нас идут небольшая ферма вот они посадили небольшие винограды моему эти продается яблоки сейчас и сайт тут громадные поля с виноградом до салки награде грамотный будет когда к вам ехали прямо до горизонта интересно что винограда вообще-то боится зимы ну вот поэтому и называются футбелт из-за того что озеро мичиган рядом примерно 30 миль от озера побережья так как огромное озеро но не дает температуре упасть слишком низко зимой то есть у нас не вымерзают нас персики растут абрикосы виноград черешня вишня все это потрясающе конечно там 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 у них от россии там зимой лучше не появляться на побережье не находятся и обычно метро идут с запада то есть если прямо быть на озере то может быть ветер не с севера не из канады идет нет обычно сюда запада как интересно вот все беды из запада как обычно ну здесь и другие урожая тут амата пинс или как она бабы бабы также видите осенью очень красиво все клик и он нравится сейчас так называются colors и очень много туристов приезжают мичиган осенью вот знак поддержка трампа да очень много в нашем районе здесь удивительно приезжают туристы особенно на север мичигана просто ездить по дорогам и смотрите на красивые листвы вот она очень красиво здесь много лесных деревьев слишком жарко для сосны до березы здесь очень мало березы вот вы родом из киева да вот если посмотреть на леса киев там под киевом мы похоже или всем верно да у нас тоже лиственные но я вырос в деревне черниговской области на севере украины тогда сосна береза здесь такое только вышли надо ехать там миль 300 на окончании рукавички да и там уже будет как я говорю как наши березы сосны уже так как брянская область московская область а по широте мы находимся где-то на широте там может быть даже крыма и не знаю там или мы еще южнее чем крым берин спринц я как раз вот проверял мы по широте как сухуми это северное побережье турции вот друзья вот геносвале где вы с вами сейчас для мордёба и вот ну потому что нас озеро вот интересно если ехать дальше на юг в индиану там невозможно выращивать виноград потому что слишком холодно зимой то есть летом там жарче но зимой морозы и вымерзает вишня то есть там нет вообще никаких садов на 1 кукуруза а далеко до индианополь сация где-то наверно 150 миль может даже меньше то есть за пару часов до этого но вы ездите как-то там ничего делать если я я не фанат этого на искать гонок то есть там это самая привлекательная все гонки на ска но что вот в индиане довольно интересно если есть время я хотел бы у вас возить у нас недалеко амиш пипл да тут прям вот в идеале буквально обещают выходцы из голландии фильм не знаем вы помните фильм свидетели с гаррисоном фордом очень стали живут такой изолированной жизни они принципиально не принимают современные технологии то есть электричество это дьявола автомобилей они на лошадках бородатые когда если они женятся они перестают бриться красивый клён прямо как хорошо и там они да вот только на велосипедах и на лошадях домах нет электричества керосинной лампы у них есть холодильники но они работают на керосине и это очень интересно там это примерно можно час езды на машину может даже меньше если завтра-завтра по идее погода должна быть лучше может удалось бы удалось слетать туда посмотреть у нас получается так у нас есть только завтра потому что во вторник мы уже там в полдень день двинемся в аэропорт поэтому если что-то планируем чтобы на завтра справа мы сейчас проезжаем вот одна из вайнерис как-то винодельник виноград виноград свой же виноградник свое вино здесь буквально за последние пять лет очень много открылось новых виноделин тут можно заказать туры есть как лимузины катают людей ну чтоб они за рулем за рулем не сидели у нас буквально 20 минут езды большие эти супермаркет а вот мы сейчас обратите внимание это называется michigan traffic jam это две машины которые за джон дир трактором застряли это вот мичиганский traffic jam такая шутка есть то есть мало трафика да я езжу на работу всегда пустые дороги меня видать лично рекомментируют почему нет машин мало людей большие пространства единственно когда бывает пробка и когда в осенью трактора выезжают на дороге вот еще один смотрит мишиган traffic jam сейчас нам придется что поворачивать направо в городок с интересным называнием борода почти как борода звучит так следом за трактором борода или бог рода и и а ауди вису борода фактически можно прочитать что светлана извиняюсь но видите двойная сплошная нельзя в принципе но многие зрители очень внимательно следят за поведением на дороге и постоянно комментарии ты вот пролетел там стоп знак а ты там не украина я все время на вайнерис там но часто захожу с гостями и все они как как же выгод михаил там а я так на показ там со страданием на лице там глаза закатываю там пород полощу горло венцом каким-нибудь как же вы после выпивки значит за руль сели какой пример молодежи подаете вот америке можно чуть-чуть не трезвым быть за рулем да я им говорю ребята если бы я если бы все пили так как я так вообще вы не было такого понятия как пить чего нету это сейчас забор уже подойдите все таки но вот люди которые живут вот берин спринг или в этой бороде они работают то что они все на беру полу работают или у нас также очень много так называемых чуландой даже не знаю как правильно перевести на русский мастерские мастерские небольшие фабрики они там очень много бизнеса для детройта для автомобиля строения а далеко до детройта три часа на машине сейчас подъезжаем по роде надо будет детройт так как бы город страхов про него много там всякие ужасы расскажу дать детройт у меня постоянно комментарии как ты не боишься жить мичигане у тебя же детройт под носом да это совершенно такой странный комментарий потому что если посмотреть даже вот вокруг детройта есть очень дорогие шикарные районы огромные дома вот еще одна винодельня которая открыта борода founders да а сами то вот например москве живут радуются а там кремль знаете что там какая опасность исходит а я жил с этим москве возле курчатовского института где реактор ядерный и там люди которые говорят что знают утверждали что там повышенная радиация по идее где-то здесь это мы такое слушать и какое прикольное местечко это вот он даунтаун борода раньше здесь проходила железная дорога сейчас мы про я точно не уверен где там он это место что шерил сказала не можно так мы ищем мы ищем столовку как у нас большой такой торговый центр что лета в городе бентон харбор там это там где преступность нет есть хороший бентон оба есть плохой скажем так поэтому там при том что он небольшой там волнар таргет ресторан и потом south band примерно 40 минут езды света это наш исполол то я понял бентон харбор это исполол то вот паблик хаус я здесь никогда не был ну зайдем пошел все таки раунд барн это название винодельни это не открыли вроде как не столовая небольшой как ресторан и жена сказал что там раньше друзья к этим столбам привязывали лошадь а теперь вот на цепь на цепь автомобиль прикол вы